Добрый вечер, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на нашем платном вебинаре «Как создать блог и настроить его на успех. Часть 2». Меня зовут Елена Соломина. Мое основное направление – это сетевой маркетинг, но в нише сетевого маркетинга я занимаюсь созданием, раскруткой и монетизацией блогов. Итак, сегодня у нас очень интересная тема. Первое – как понравиться поисковикам. Эта тема довольно актуальная и очень нужная для блогеров. Итак, что нужно сделать, чтобы понравиться поисковикам? Какие факторы влияют на это? Во-первых, это уникальный контент. Второе – это бесперебойный хостинг. Третье – карта сайта. Четвертое – быстрая загрузка страниц. Пятое – ссылочная масса. Шестое – правильная и оптимизированная статья. И объем статьи от 1000 знаков до 3000. И восьмой пункт – это перелинковка. Сейчас мы с вами разберем все по пунктам. Первый пункт – это уникальный контент. Дорогие друзья, ваш контент должен быть не только полезным, но и уникальный, то есть написанный вами самим. Ниоткуда не копированный именно своими словами. Если вы даже гуляете по блогам, то вы должны взять только идею какой-то статьи и все. А остальное все вы должны написать чисто своими словами. Есть специальные сервисы, которые проверяют статьи на актуальность. Первый сервис – это contentwatch.ru. Здесь можно проверить не только сайт, но и текст. Следующий сервис, он очень популярный – это adtext.ru. Здесь, кстати, можно скачать бесплатно и программу для проверки уникального контента, и сделать также онлайн-проверку. Все ссылочки будут у вас в отдельном текстовом файлике, и вы можете потом все это открыть, посмотреть, если нужно скачать. Итак, идем дальше. Следующее, конечно же, это хостинг. Я рекомендую хостинг Джина, потому что если ваш хостинг немного тормозит или там какие-то у него постоянные сбои, то это очень плохо влияет на продвижение в поисковых системах. Об этом нужно знать. Я рекомендую вам хостинг Джина, потому что я пользуюсь им более двух лет, и еще он никогда не давал сбоя. Так, с хостингом все понятно. Идем дальше. Карта сайта. Бывают две карты сайта. Это, значит, карта для поисковиков и карта для посетителей и роботов. Ну, на этом моменте я сейчас не буду подробно останавливаться, потому что об этом я вам рассказывала вчера. Следующий момент – это быстрая загрузка страниц вашего сайта. Если ваш сайт или блог загружается очень медленно, то никакой робот от поисковика ждать не будет. И также посетитель. Потому что если у вас плохо загружается блог, да, медленно, посмотрите, возможно, у вас очень много плагинов лишних каких-то. Возможно, у вас какой-то баннер висит тяжелый, да, виджет или еще что-то. Возможно, не оптимизированы картинки, что тоже дают нагрузку на сервер. Вот в этих моментах нужно вам будет разобраться. А проверить вы свой блог можете вот на этом сайте – webvipe.com. Вот видите, я как раз перед тем, как проводить вебинар, проверила свой блог express.com. Он у меня загрузился за одну секунду, ну, практически за одну секунду – 1,65. То есть это результат отличный. Если у вас блог загружается до 5-6 секунд, то это нормально. Но если выше, то это уже стоит задуматься. Итак, идем дальше. Следующий такой момент – это ссылочная масса. Что такое ссылочная масса? Это когда сторонние серверы, блоги, ссылаются на ваш блог, да, вот на ваш адрес блога, например, irinaivanova.ru. Что, например, сервис subscribe или какой-то там блог Ивана Иванова, он ссылается на ваш блог. И чем больше вот таких вот ссылочек, тем, опять же, привлекательнее для поисковика. Значит, поисковик думает, да, у вас блог хороший, акторитетный, полезный, значит, стоит его индексировать. Итак, а как же сейчас сделать так, чтобы ваше ссылочное масло стало расти? Существует много способов, но я вам сейчас дам два. Это первый – комментарии на блогах и тематические формы. Это самые такие безболезненные способы, бесплатные, и справится с ними любой новичок. Первое – это комментарии на блогах. Отберите несколько блогов, у которых большая посещаемость или высокий тиц и пиар. И комментируйте эти блоги, потому что именно в форме для комментирования вы вставляете адрес своего сайта, ссылочку на свой сайт. И делайте это ежедневно, хотя бы по пять блогов в день комментируйте, и тогда ваша ссылочная масса будет расти как на дрожжах. Следующий момент – это тематические форумы. Открываете поисковую систему Яндекс, в поисковой строке пишите тематические форумы или тематические бизнес-форумы, ищите темы по вам нужной тематике, заходите туда, регистрируетесь. На всех форумах есть центр пользователя, то есть ваш профиль. И там в профиле есть такое поле, что вы можете также вставить ссылку на свой сайт. Это очень важно. И если вам форум вообще нравится, то обязательно примите там участие. Это тоже очень хорошо влияет на ваш блог. Потому что если люди будут смотреть, что вы пишете интересные посты, анонсы, то они будут переходить к вам на ваш блог. А это тоже очень важно, потому что они могут стать вашими партнерами, клиентами. Так что дерзайте. Форумы – очень хороший метод для продвижения своего блога. Так, с этим все понятно. Идем дальше. Следующий момент – перелинковка. Большое влияние имеет грамотная внутренняя перелинковка страниц. А вместе с ней удобная навигация по сайту. Это способствует поисковому роботу проиндексировать страницы ресурса. То есть поисковый робот заходит на одну ссылочку, а потом он переходит все дальше и дальше. Как это сделать, я вам сейчас покажу. Сейчас мы находимся на одном из моих блогов express-shkola.com И на примере вот своей статьи я сейчас вам покажу, что же такое перелинковка. Когда вы загрузили статью на блог, вам обязательно нужно начать вот именно начало статьи с такого предложения. Там, например, «Здравствуйте, читатели моего блога Экспресс-школа». И Экспресс-школа сделать активной ссылкой именно на главную страницу. То есть мы берем вот этот адрес Экспресс-школа и делаем активной ссылку. Для чего это делается? Потому что если вы будете делать так каждый раз, то у вас, например, 30 или 40 статей, а может быть 100, то каждая статья будет ссылаться на главную страницу, что повышает авторитетность вашей главной страницы в поисковиках. Гугл очень это любит, и он даже может вам дать там какую-то единичку, двоечку или троечку, то есть повысить вашу авторитетность. Далее что нам нужно сделать? Вот зашел, значит, к нам робот-поисковик, ага, посмотрел, перешел на главную страницу, потом опять посмотрел всю статью, читает, читает, и вот здесь опять, смотрите, опять у меня ссылочка. Начинайте заниматься. То есть я сделала активный ссылку еще на какую-нибудь статью, которая подходит именно по смыслу. Вот, то есть он будет знать, что у вас уже есть еще там какая-то статья, и он потом перейдет на нее. И так получается, что робот тратит очень много времени на ваши именно вот статьи. Он переходит с одной статьи на другую. Это очень любят поисковики. Еще бы я рекомендовала сделать вот такую же ссылочку в конце статьи. И вот где-то на всю статью делайте 2-3 перелинковочки. То есть это обязательно главное, потом одна посерединке, и третья в конце ссылочка. С этим все понятно, да? Идем дальше. Еще есть такой очень важный плагин Related Post, который выводит похожие статьи в конце вашей статьи. То есть, например, ну, можно, например, 3 статьи указать или 5 статей указать. И когда робот дочитает до конца вашу страницу, то там еще, получается, еще есть несколько ссылочек, да, на похожие статьи. Вот как это выглядит. Например, статья, а внизу вот видите популярные записи. Еще 5 популярных записей, похожих, которые вот идут после каждой статьи. Этот плагин настраивается очень легко, и когда вы посмотрите видео, вы очень легко можете его настроить. Итак, идем дальше. Сейчас, прежде чем рассказать вам о фишках вирусного маркетинга, я бы хотела затронуть вот такую тему, как попасть в топ-10. Сейчас я вам включу видео, и вы его посмотрите. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня я вас познакомлю с одним способом. Это трафик с поисковых систем. Он считается самым популярным и дешевым способом привлечения посетителей на сайт. Так как для поднятия позиции блога в топ-10 выдачи поисковых систем по низкочасточным обращениям достаточно написать и правильно оформить качественный материал по этому запросу. Как это сделать, я вам сейчас расскажу и покажу. Давайте перейдем в поисковую систему Яндекс. И, например, давайте подберем такой ключевой запрос. Ну, например, как написать красивое письмо подписчикам. Как написать красивое письмо подписчикам. И нажимаем «Найти». И вот, пожалуйста, нам Яндекс выдал 10 топовых блогов, которые заточены именно под этот ключевой запрос. И вот на второй позиции, на второй позиции «Мой блог». у меня есть статья «Как красиво оформить письма своим подписчикам». Я написала очень интересную статью. Значит, эта статья у меня идет не просто так, она идет с бонусами, что здесь люди могут скачать эти шаблоны красивых писем. И поэтому вот именно эта статья попала в топ-10. Хотя у меня уже много таких статей по разным ключевым запросам. Но сейчас я вам покажу, как элементарно оформить свою статью, чтобы вот через какое-то время у вас был точно такой же результат. Давайте переходим на мой новый блог. И давайте добавим статью. Для этого мы переходим в консоль нашего блога. Добавим новую. И сейчас мы с вами добавим статью. Вот у меня уже она есть в текстовом файле. Я ее сейчас скопирую. Вставляем. Давайте напишем заголовок «Новая запись». Потому что я вам это все показываю для примера. Итак. Теперь что нам нужно сделать? Теперь нам нужно к этой статье подобрать ключевые слова. Именно где-то, чтобы по запросам от 200 обращений до... Ну, до 1000 где-то вот так вот. До двух. Ну, это уже слишком, это уже считается, наверное, среднечасточный запрос. Ну, мы давайте возьмем сейчас, чем меньше, тем лучше. Для этого мы переходим на сервис wordstat.yandex.ru. Здесь мы с вами именно и подберем ключевые слова. Так как статья у нас для... Про бизнес, да. Здесь я рассказываю о том, как с помощью блогов в страниц можно успешно вести свой бизнес в интернете. Вот, ну, давайте подберем такое ключевое слово. Бизнес в сети интернет. И подбираем. Смотрите, это слово искали 497 раз. 497 показов. Оно нам подходит, потому что это вот именно низкочасточное, низкочасточное ключевое слово. Мы его копируем. И теперь нам нужно с вами вставить его в начале текста и в конце текста. Ну, вот здесь у меня подходит в начале, да. Успешно вести свой бизнес в сети интернет. Теперь мы с вами выделяем это слово. Идем дальше. Теперь нам нужно где-то вот в конце тоже вот именно это ключевое слово вписать. Ну, вот здесь, например. Как сделать его привлекательным для посетителей? Как сделать успешным бизнес в сети интернет? Вот, я расскажу в следующей статье. И сейчас мы вот бизнес в сети интернет опять выделяем. И у нас получается, что в начале ключевой запрос и в конце ключевой запрос. Больше двух ключевиков я вам не рекомендую вставлять в статью, потому что поисковая система Яндекс может принять вас как за спамера. Теперь нам нужно статью еще немножко оптимизировать. Здесь вы, наверное, знаете, уже пользуетесь плагином обязательно. SEO все в одном. Этот плагин, он помогает оптимизировать статьи именно в поисковых системах. И для этого здесь вот от этого плагина под каждой статьей у нас стоит виджет вот с такой формы. Здесь вот я пишу опять же ключевое слово. В метках я тоже добавляю одно ключевое слово. И вот здесь вот в описании, в описании нам нужно взять какое-нибудь вот одно предложение. Желательно вот это вот первое, чтобы люди поняли, о чем эта статья. У нас статья с вами оптимизирована, и сейчас мы с вами вставим в статью картинки. Картинки очень хорошо индексируются поисковыми системами. И мы сейчас с вами вставим такую картиночку, которая подходит к нашей статье, чтобы наша статья индексировалась не только по ключевым словам, но еще и по картинкам. Но как это сделать правильно, я вам сейчас покажу. Давайте перейдем в поисковую систему Google. И подберем здесь картиночку. Ну, например, давайте напишем картинки «Бизнес». Вот смотрите, сколько здесь много картиночек. Давайте с вами выберем, которая нам будет подходить. Ну, давайте вот, например, вот эту. Так, сейчас откроется. Вот, картинка, смотрите, хорошая, да? Ну, давайте проверим с вами, на скольких сайтах и блогах уже есть эта картинка. Это проверяется с помощью расширения для Google Chrome, Tinei. И оно вот не устанавливается стандартно, как все расширения от Google. Нам нужно просто навести курсор на картиночку, нажать на правую мышку. И вот здесь вот у нас есть такая буковка «Т». И вот на это предложение нам нужно с вами нажать. И мы перейдем автоматически на этот сервис, где он покажет нам результат. Посмотрите, 17 ресурсов разместили уже вот эту картиночку. То есть это как бы и немного, но это не есть хорошо, потому что мы можем с этой картинкой просто, ну, затеряться в общей массе. А возможно, завтра еще кто-то, да, разместит эту картиночку. Так как же сделать так, чтобы именно результат, вот, наша картинка стала уникальной, и результат был ноль? Это совсем делается несложно. И сейчас я с помощью простейших двух программ я покажу, как это сделать. Ну, давайте для начала сохраним картинку. Сейчас сохранится. Давайте сохраним ее на рабочий стол. Так вот, на рабочий стол. И первое, что нам нужно сейчас сделать, это переименовать картинку. Так, это мы сейчас все закрываем. Давайте переименуем. Ну, например, дадим ему название «Бизнес-блог». Вот. Теперь, что нам нужно сделать? Смотрите, есть практически у каждого программа Microsoft Office. И там есть такая программка «Диспетчер рисунка». И мы с помощью этой программки сейчас откроем нашу картинку. И проделаем некоторые действия, которые сделают нашу картинку уникальной. Мы нажимаем вот здесь вот «Диспетчер рисунок». И здесь такая вкладочка «Повернуть и отразить». И сейчас мы вот эту картинку отразим слева направо. Вот видите, она у нас уже смотрится совершенно под другим углом. «Диспетчер рисунок». Мы сохраняем ее. Мы сохраняем ее. Закрываем эту программку. Теперь давайте ее снова откроем в такой же простейшей программе «Пайнт» и поменяем с вами расширение. То есть сейчас наша картинка сохранена как в JPEG, а мы сейчас ее сохраним совершенно в другом расширении. Ну, например, в PNG. Вот и все. Сохраняем. Теперь давайте с вами удалим одну картинку, чтобы она нам не мешала, которая в формате JPEG, чтобы нам не запутаться. И теперь нам нужно сейчас вставить нашу картиночку в статью и проверить, сделали ли мы ее уникальной. Давайте ее сейчас вставим. Так, выбираем файл. Так, вот наша картиночка. Сейчас она загрузится. Вот она загрузилась. И теперь еще обратите внимание, вот вместо заголовка давайте с вами впишем вот это ключевое слово, которое мы вставляли в статью с вами. Для того, чтобы наша картинка, ну, как бы быстрее оптимизировалась, да, ее быстрее находили в поисковых системах. Вот напишем это ключевое слово в заголовке, в тексте и в описании. И теперь мы картиночку вставляем. Вот. Картиночку мы вставили. И давайте теперь посмотрим, как она у нас будет выглядеть на блоге. Вот, посмотрите, наша картинка изумительно встала. Статья у нас тоже очень хорошо написана. Все идеально. Ну, давайте теперь проверим вот именно нашу картиночку. Как она у нас стала идеальной, уникальной или нам ее нужно удалить сейчас будет. Нажимаем на правую мышку, вот на расширение. Тиней. И проверяем. Вот, смотрите, здесь результат 2 показывает, да, что где-то еще, значит, на одном сайте расположена, на двух сайтах расположена эта картинка. Но здесь еще что можно сделать? Здесь можно изменить размер. Ну, в принципе, если у вас результат от 0 до 3, то это нормально. Так что я эту картиночку оставляю, меня все устраивает. Итак, друзья, сегодня я вас познакомила с таким методом. Это даже немножко уже мы залезли с вами в SEO. Но это только, конечно, часть всего того, что мы вам можем дать. Но я вам рекомендую все вот это применить прямо сегодня, прямо после вебинара. И тогда пройдет какое-то время, и у вас будет точно такой же результат, что вы по ключевикам будете попадать вот именно в топ-10. Ну, а сейчас о вирусном маркетинге. Давайте начнем с того, что такое вирусный маркетинг. Вирусный маркетинг – это передача от одного лица к другому архиинтересной информации. Очень-очень интересной, которую человек не может даже ее сдержать в себе, чтобы ее не передать. Давайте приведу, например, такой случай. Советское время, гастроном. И вот в этом гастрономе выбрасывают докторскую колбасу. Через 10 минут очередь больше, чем у мавзолея. То есть, опять же, это метод вирусного маркетинга. По статистике, вирусный маркетинг у нас появился около 10 лет назад. Но по факту, вирусный маркетинг у нас живет уже с того момента, как только на Земле появился человек. И вот эти методы мы будем с вами использовать. Но каким образом? Существует много видов вирусного маркетинга. Но мы с вами будем использовать вирусную открытку. Чуть позже я вам ее покажу. Итак, смотрите. Вот эта вирусная открытка мне принесла за трое суток 30 тысяч посетителей. Но единственное, что я неправильно сделала, я поставила ссылочку, именно чтобы с этой открыточки переходили ко мне на блог. Что делать нельзя. Поисковики этого не любят, потому что это не целевая аудитория. И там где-то 30%, которые остаются с вами, остаются на вашем блоге. А остальные открывают страничку, закрывают и уходят. От этого повышается большой процент отказов. И поэтому очень плохо влияет на развитие в поисковых системах блога. Итак, давайте я вам сейчас покажу саму открыточку. И уже на примере своей открытки я вам буду все рассказывать. Вот перед вами моя вирусная открытка. Открытка это по сути одностраничный сайт. Сделать ее очень легко. У меня есть об этом полный курс. Именно все ясно и понятно там описано и рассказано, что вы сделаете эту открытку буквально за час. Когда человек открывает ссылочку на эту открытку, то тут начинает играть музыка. Я ее сейчас выключила. Сейчас я ее вам включу. Она вообще включается сразу автоматически. Вот видите здесь стихи, всякая анимация красивая, чтобы у человека поднялось настроение. Вообще цель вирусной открытки это вызвать эмоции. Смех, слезы, неважно. Но чтобы ваша открытка вызывала именно эмоции. И тогда человек, он уже переходит по ссылочкам и уже возможно становится вашим подписчиком сначала, а потом клиентом и партнером. Но вот именно какую я сделала ошибку, слишком длинная открытка, делайте короче. Вот здесь у нас проигрыватель. И когда открытка открывается, играет вот такая музыка. Если друг не смеется, ты включи ему солнце, ты включи ему звезды, это просто. Ты исправь ошибку, превращая в улыбку все грустинки и слезы, это просто. Воскресенье, суббота, дружка, это не работа, дружка, это не работа. Вот такая зажигательная музыка. Итак, идем дальше. Человек послушал открытку, посмотрел, она ему понравилась. И вот здесь ему его нужно натолкнуть. Понравилась страничка, отправь ее своим друзьям и близко. И вот здесь, пожалуйста, социальные кнопочки. Человек кликает, и эта открытка распространяется дальше. Открытку нужно распространять именно нецелевым посетителям. Очень хорошо для этого подходят одноклассники и мой мир. Когда я создала эту открытку, то мы со своей семьей отправили ее всем своим знакомым, близким, друзьям, родственникам. И вот перед каким-то праздником она вызвала такой эффект. У вирусных открыток есть такая особенность. Они иногда замирают, то есть их никто никуда не передает. Вот, а перед какими-то праздниками или у человека там какое-то событие в жизни, все это открытка опять пошла в ход. И вот самая главная здесь фишка. Интересно, да, что это за коробочка такая для подарка. И человек вот так на нее нажимает, кликает по ней и переходит вот именно на подписной лист. Здесь, конечно, он может подписаться, может не подписаться, он может уйти. Но какая-то часть, 30-40% они подпишутся. И вот здесь уже остается только дело за вами, да, подготовить хорошую рассылку, сделать интересную информацию. И тогда уже человек будет с вами. Так, сейчас я перехожу в комнату и мы продолжаем дальше. Принцип работы вирусной открытки, я думаю, вам понятен. Единственное, что вы должны себе уяснить, что внизу ссылочку вы должны сделать с переходом на ваш подписной лист. Вот такая схема, да, у нас есть вирусная открытка, подписной лист, блок. То есть весь нецелевой трафик вы направляете в подписной лист. 30-40% подпишутся от общей массы, подпишутся в ваш подписной лист, где у вас уже заряжена рассылка на смарт-респондере из 5-7 писем. Люди начинают ее читать, начинают с вами знакомиться. И с 3-4 письма вы их уже приглашаете на блог. То есть приходят они к вам на блог уже целевыми. И тогда они читают ваши статьи, подписываются на новые рассылки, становятся вашими клиентами и партнерами. Но думаю, с фишками вирусного маркетинга вам все понятно. А теперь идем дальше. И у нас наступает самый приятный момент. Это бонусы, которые я вам вчера обещала. Этот бонус, чудо-инструмент, как я его назвала, это плагин, который делает так, что ваши посетители сами раскручивают ваш блог, ваши статьи в социальных сетях. Когда вы скачаете архив, вам нужно его распаковать. Внутри у вас будет находиться видео, где очень подробно все рассказывается, как его установить и настроить. Сам плагин и еще несколько папок с графикой. Думаю, что вам все понятно. Вы разберетесь. Если у вас будут какие-то вопросы, обязательно пишите мне в скайп. businessvcd.ru Ну а я с вами прощаюсь. С вами была Елена Соломина. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok